Привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании РосКо. Владимир Путин подписал закон, вносящий очередные правки в Налоговый кодекс, которые вступят в силу в 2022 году. Какие изменения по налогу на имущество и НДС ждать налогоплательщикам? Ответ на этот вопрос вы услышите прямо сейчас. Сразу отмечу, что перемены только позитивные. Первое изменение касается налогоплательщиков, которые рассчитывают налог, исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. Начиная с отчетности за 2022 год, такие объекты исключаются из налоговой декларации. То есть, если у налогоплательщика облагается вся недвижимость только по кадастровой стоимости, то налоговая декларация не сдается. Если помимо кадастрового налогоблажения есть недвижимость, налог по которой рассчитывается исходя из бухгалтерских правил, то есть по среднегодовой стоимости, то декларация сдается только в отношении этого имущества. Отмена деклараций в части кадастрового налогоблажения означает, что налогоплательщик самостоятельно уплачивает налог по таким объектам. Здесь уместно провести аналогию с транспортным и земельным налогом. Налоговики пришлют сообщения по установленной форме о сумме начисленного кадастрового налога. В случае выявления расхождений налогоплательщики должны предоставить пояснение налоговым органам для пересчета налога. Разобраться во всех нюансах налогового законодательства поможет хороший специалист в данной области. Вовремя обратившись в проверенную юридическую компанию, вы обезопасите себя от возможных налоговых правонарушений. При получении помощи наших специалистов позвоните нам по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Второе изменение касается порядка налогообложения утраченного имущества. Дело в том, что с момента гибели таких объектов до снятия их с кадастрового учета проходит немало времени. И в этот период на несуществующие активы компания должна была начислять налог. Законодатель исправил данную ситуацию, прописав специальный порядок налогообложения утраченного имущества. Налог не будет начисляться с первого числа месяца, в котором такое имущество уничтожено или погибло. Для этого налогоплательщик должен подать в налоговую инспекцию заявление по установленной форме. В одном из полей такого заявления проставляется дата гибели или уничтожения объекта, а также указывается документ, подтверждающий данные обстоятельства. Например, справка государственного пожарного надзора, если недвижимость уничтожена при пожаре. Если же вместе с заявлением предоставляются сами документы, то данные поля могут не заполняться. Несмотря на то, что новация вступит в силу только в следующем году, налогоплательщики и сейчас могут не платить налог с воздуха. По этому поводу есть судебная практика, в которой судьи отметили, что обязанность уплачивать налог на имущество связана с реально существующими объектами недвижимости. Третье изменение касается сроков уплаты налога на имущество и авансовых платежей по нему. Сегодня это дано на откуп местным властям, поэтому сроки уплаты различаются по региону. Со следующего года оплата как самого налога, так и авансовых платежей по нему должна осуществляться одинаково по всем регионам России. Годовой налог за 2021 год нужно оплатить не позднее 1 марта следующего года, а авансовые платежи по нему не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Последнее изменение связано с порядком подтверждения льгот по налогу на имущество. Раз отменяется подача декларации в отношении кадастровых объектов налогообложения, то с 2022 года вводится заявительный характер льготы. Налогоплательщик, претендующий на льготу, должен обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Если же этого не сделать, то налоговики предоставят льготу при наличии у них информации от других органов. Законодатель уточнил правила исчисления налога по недвижимости, облагаемые по кадастровой стоимости, если у нее несколько собственников. Тогда налог на имущество будет рассчитываться пропорционально долям у каждого владельца. Какие изменения вносятся в порядок исчисления НДС? Поправки, связанные с исчислением НДС, направлены на освобождение от налога пострадавшей от пандемии отрасли общепита. С этой целью введена новая льгота, от которой налогоплательщики вправе отказаться. Новация заключается в том, что предприятия общественного питания смогут не платить НДС с реализацией своих услуг. Исключение сделано для отделов кулинарий, предприятий, розницы. Для применения льготы нужно соответствовать определенным критериям. Доходы за предшествующий год должны составлять не менее 2 млрд рублей. Удельная величина доходов от льготируемой деятельности должна составлять не менее 70%. Среднемесячная зарплата работников общепита не должна быть ниже общеотраслевого значения для АУКВЭД 56 – деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. По этой новации мы сняли отдельное видео. Ищите его в плейлисте «Налоги, аудит, бухгалтерия». И еще одна плюшка. Законодателями с задним числом прописана операция, которая не признается объектом налогоблажения по НДС. Это – безвозмездная передача работ, услуг, имущественных прав, если она оказывается государственными органами для поддержки малого и среднего бизнеса. Подправки распространяют свое действие с 2019 года. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео – смело пишите их в комментариях к нему. И юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо. Субтитры создавал DimaTorzok